привет друзья сегодня мной с вами канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег друзья сегодня мы будем с вами уравнять устанавливать уровень электростимуляции на электронном ошейнике вам я рекомендую сделать то же самое то есть смотрите собака у меня течение определенного какого-то периода времени ну в частности у меня здесь сейчас полторы недели прошло он у меня как я вам рассказывал мы ходили на улицу находился он дома в ошейнике то одевали то не одевали он ел в этом ошейнике не ел то есть он уже привык нему привык прибору который у меня находится в руках сейчас некоторое время назад мы погуляли с ним он успокоился и сейчас лежит отдыхает то есть как бы находится в привычной для себя обстановке ситуации и вот для того чтобы проверить этот уровень здесь какой нужно выставить именно вот электростимуляции я не хочу находиться рядом с собакой поэтому я поставил там возле него видеокамеру и буду сейчас посредством передатчика передавать начиная с первого уровня то есть минимального то есть вот именно посылать сигналы на электро ошейнике буду смотреть на реакцию собаки как она будет реагировать ну и вместе с вами мы соответственно подберем этот самый уровень и так поехали я сейчас переключаюсь на камеру поэтому собственно говоря и вот эту камеру выставил таким образом ну и соответственно я сейчас ну ладно поехали так вот я включаю сейчас прибор начинаем вот первый я послал реакции нету никакой еще раз первого попробуем ну так что-то уши ходят потихонечку так 2 вот ушки брови вот он зашевелился вот 3 четвертый пятый 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 шестой вот собака заскулила зашевелилась да сейчас снижаем до пятого уровня вот пятый сейчас опять 1 2 3 4 четвертый пятый пятый вот пятый так смотрите значит почему я сейчас два раза это сделал два раза я именно сделал потому что собака не знает еще что это такое и сейчас я не пойду я не буду связывать вот эти вот электростимуляцию с появлением то есть я сейчас не буду появляться то есть он сейчас забудет за это дело за все потом я еще вечером с ним скажу погуляю и и сниму с него этот электроошейник и где-то недели через полторы может быть через неделю я уже начну без раздражителей уже знакомиться то есть что вот связывать именно понятие команды нет нежелательное поведение с именно вот именно с пятым уровнем электростимуляции то есть мы на пятом уровне будем работать желательно чтобы когда вы будете проверять собака находилась спокойном состоянии без всяких раздражителей для того чтобы она не связала вот эти вот электростимуляцию с каким-то другим раздражителем например если там у вас есть маленький ребенок желательно тоже возьмите чтобы он в другой комнате по находился чтобы не было негативного влияния при появлении там ребенка при появлении жены при появлении кошки то есть желательно чтобы собака находилась в абсолютно спокойном состоянии без раздражителей и снимать сразу же электроошейник не нужно для того чтобы собака не поняла что именно это от него все это произошло дальше что не нужно делать еще а не нужно делать еще почему я сделал два раза именно то есть если вы первый раз стимулируете собаку то она может не понять то есть она может чувствовать но 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 терпеть когда второй раз вы начинаете делать вы уже 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 собаки больно уже дустал там как как на определенном уровне но видите он не заскулил ничего просто вот он зашевелился знать он начал понимать то есть я до шестого дошел когда он уже по пристал и снизил до пятого потом опять пошел до 1 и посмотрел на на реакции то есть он ни первый ни второй ни третий уровень практически не слышит вот четвертый уровень стал уже прислушиваться и пятый уровень на котором он может работать шестой уровень это слишком дискомфорт ему привел поэтому мы будем работать на пятом уровне но еще один такой небольшой момент то что когда вы выйдете на улицу и в зависимости от степени возбуждения собаки там надо будет повышать понижать уровень то есть если там будет какой-то раздражитель там сильный мощный до раздражитель в виде того что он будет принюхиваться к выделением там каким-то к экскрементам и так далее то есть команду фу вы будете да там повыше уровень надо будет если там кошка там какая-то но это все это отдельно это все в следующей передаче сейчас пока мы с вами именно посмотрели как нужно подбирать чувствительность к силе воздействия электроимпульса электронного ошейника с вами был канал я и мой хвост я его автор и ведущий олег заслужите доверие заслужите уважение его все получится спасибо